Система видеонаблюдения Сергек начала свою работу в сентябре 2017 года. Она фиксирует нарушения правил дорожного движения и общественного порядка. Как работает система видеоконтроля, кто попал под пристальное внимание камер и каким образом эта система снижает уровень преступности. Здравствуйте, мы ответим на все эти вопросы в нашей сегодняшней программе Астана Лайф. Это святая святых системы видеонаблюдения Сергек. Именно здесь сидит команда разработчиков, изучающая нейронную сеть. Один из способов реализации искусственного интеллекта, благодаря которому камеры Сергек могут выполнять все сложные функции, возложенные на них. Проект Сергек это прежде всего казахстанская разработка. Мы сейчас находимся в офисе компании. Проект очень тесно связан с новыми технологиями. Это нейронные сети, компьютерное зрение, алгоритмы. То есть вот эти основные все вещи разрабатываются нашими казахстанскими ребятами. Также, естественно, есть у нас заимствованные разработки иностранные, но в основном это сводится к железу, потому что выпускать камеры, компьютеры, это не наш профиль. Наша фишка это программное обеспечение. Нужно отметить то, что камеры Сергек включают в себя камеры общественного наблюдения. Благодаря интеллектуальной системе видеоконтроля Сергек уровень преступности в столице снизился на 24%. Всего в столице установлено около 13 тысяч автоматизированных видеокамер. Из них 6 тысяч направлены на проезжую часть города, где фиксируются дорожные правонарушения. А остальные 7 тысяч камер следят за порядком в торгово-развлекательных заведениях, больницах, образовательных учреждениях и других общественных местах. Также камеры установлены в некоторых криминогенных дворах и домах столицы. По итогу 9 месяцев у нас выявлено более 39 тысяч административных правонарушений, раскрыто более тысячи преступлений. Это у нас убийства 4, 9 разбоев, более 70 грабежей, угоны около 80. В дежурные сутки у нас обеспечивается охрана общественного порядка по обеспечению. Ежедневно у нас заступает комплекс сил полиции по обеспечению. Немаловажная роль у нас сейчас, в настоящее время, играет это у нас раскрытие преступления, предотвращение обеспечения охраны общественного порядка на Телегор с помощью камер. Мы можем выявлять нарушения по правилам дорожного движения. Это стоп-линия на красный свет светофора, по бас-лайну, к примеру. Также у нас в рамках Казахтелекома в городе используется 3127 камеры, установленные в городе. Это у нас в жилых домах, в подъездах установлены. Что касается дорожных правонарушений, то и тут статистика радует. По итогам прошлых лет смертность на дорогах столицы снизилась почти вдвое. Водители стали более дисциплинированными, что благоприятно сказалось и по аварийности. Камеры, установленные на дорогах, в основном фиксируют превышение скорости. Проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований разметки и движения по автобусной полосе. Однако, как утверждают разработчики, в скором времени эти умные камеры будут распознавать и личность человеком. Когда это будет внедрено в систему, пока неизвестно. Мы ведем, ну как IT-компания, занимающаяся компьютерным зрением, естественно, это тренд. Мы ведем разработки по распознаванию лица. У нас есть отдел по распознаванию лиц. На самом деле это не панацея, этим занимаются все компании. Есть открытые вопросы по правомерности применения. То есть туда мы пока не лезем официально. Это у нас нигде, не то чтобы как правильно сказать, это еще нигде не используется в наших системах. Но мы, не отставая от времени, ведем разработку. Информация, которая записана на камеру, хранится до 30 дней. А после система обновляется автоматически. Систему Сергек планомерно внедряют и в другие регионы. В ближайшее время подобные проекты планируется реализовать в Актюбинской, Атыраусской, Западноказахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. В целом наша столица до 2022 года должна быть стопроцентно оснащена умными видеокамерами. Помните, мы под пристальным вниманием видеокамер. И правил здесь лучше не нарушать. Это была программа «Астана Лайф». Будьте в курсе столичной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова